Борьба за выживание. Это история о полутораметровом хищнике, который обладает острой пастью и молниеносной скоростью. У большой барракуды дурная слава. Немногие фильмы, снятые о ней, убеждают нас, что она охотник до человеческой плоти. Но это не так. Хотя, конечно, находиться рядом с ней не всегда безопасно. В 1997 году в одной из гаваней Флориды, Майами, на местную женщину напала большая барракуда. То, что должно было быть обычным погружением под воду, обернулось кровавым кошмаром. Субтитры создавал DimaTorzok Барракуда Мэри Энн Бойер Уиллис почти 8 лет работает по подводному обслуживанию судов. Но такое с ней случилось впервые. На нее напала полутораметровая барракуда и вцепилась ей в руку. Я нырнула в воду. Вдруг я почувствовала, что на меня мчится что-то вроде бревна. Это была барракуда. Я не могла понять, в чем дело, пока она не вцепилась в руку. Я моментально поплыла обратно к платформе, и вдруг я увидела, как что-то выпало из моей руки. Наверное, это была артерия или что-то еще. Рука оказалась покусанной в четырех местах. Были повреждены нерв и вена. Поэтому два пальца на руке Уиллис потеряли чувствительность. Уиллис чудом удалось выбраться из воды, позвонить по телефону и попросить помощи. Но она потеряла много крови. Хирурги больницы имени Джексона почти три часа сшивали поврежденные вену и нерв, но не могли дать никаких гарантий относительно будущего руки Уиллис. Мэри Энн не одинока в своем несчастье. Многих ныряльщиков у берегов Флориды постигла та же участь. Странно, но большую барракуду очень привлекают ныряльщики. Рассказывает капитан Спенсер Слейб. Однажды у меня тоже была неприятная встреча с барракудой. Она ударила мне в лицо с такой силой, что повредила мне пазуху. Я почти три месяца не мог нырять, пока не зажила рана. Так ударить может только чемпион по боксу. Я понял, что оказался в нокауте. Да, это была очень серьезная травма. И теперь, когда я спускаюсь под воду, я стараюсь быть очень осторожен и не делать ничего лишнего. Укус барракуды незаметен. Вы совершенно не чувствуете боли, но неожиданно вы видите вокруг себя много крови. Она как будто острым ножом разрезает вашу плоть. Морской биолог доктор Шейн Паттерсон знает об этом животном почти все. Он любит рассказывать о барракуде не только потому, что это самая крупная и опасная рыба, но и потому, что она очень хорошо изучена. Несмотря на то, что большую барракуду нетрудно встретить у побережья Флориды, доктор Паттерсон предпочитает проводить свои исследования на суше в аквариуме Теннесси. Барракуда может быть очень опасным животным. У нее острые зубы, которые могут серьезно поранить человека или какую-либо другую жертву. У барракуды не только необыкновенно острые зубы, но и очень сильная челюстная мускулатура. Даже небольшой укус этой рыбы может оставить серьезную рану, повредить мышцы, и человек может потерять много крови. А почему? У нее очень большие передние клыки, которые она буквально вонзает в жертву, и по бокам у нее тоже ряд очень острых зубов. Словно ударом ножа, барракуда разрезает сухожилия мышцы и даже кости. Но это не основная причина, почему так опасна барракуда. Есть еще один важный момент. Барракуда может очень широко открывать рот. Я покажу это на макете. Барракуда, особенно большая барракуда, вот здесь имеет шарнирный механизм, который позволяет ей очень широко раскрывать пасть. Это дает барракуде возможность хватать зубами все, что угодно. Это делает ее особенно опасной. Вопреки общему мнению, барракуда не нападает на глубоководных ныряльщиков и пловцов, хотя проявляет к ним достаточное любопытство. Она охотится за другими рыбами, даже за своими сородичами, которые обитают в своих излюбленных убежищах, коралловых рифах, тропических морей и океанов. Тело барракуды покрыто слоем слизи. Это снижает силу сопротивления воды, и она способна развивать огромную скорость. Барракуда поджидает свою жертву в засаде, а затем прямо с места молниеносно бросается на нее, развивая скорость почти до 50 км в час. Эта рыба зарекомендовала себя грозой коралловых рифов. И такие небольшие рыбы, как снепперы, робки и головли, вряд ли имеют шанс избежать ее коварных челюстей. А барракуды – хищники, а не падальщики. Они наслаждаются погоней и быстро теряют интерес к обездвиженной жертве. Но почему же барракуда, которая питается рыбой, нападает на людей? Доктор Шейн Паттерсон проливает свет на этот вопрос. Думаю, вам не придет в голову сделать это под водой. Барракуду привлекают блестящие объекты. Они для нее означают пищу, поскольку выглядят как чешуя рыб, которыми она питается. Поэтому, если вы спускаетесь в воду с часами, или на вас есть ювелирные изделия, если вы держите в руках какой-то инструмент, барракуда, несомненно, может среагировать на это. Агрессии способствуют плохая видимость в мутной воде или плохая освещенность. Глаза барракуды настроены на длинную световую волну, которая бывает только на закате или на рассвете. Именно в это время и охотится эта рыба. В таких идеальных условиях большие барракуды часто охотятся стаей. Чтобы избежать челюстей барракуды, мелкая рыба сбивается в плотные косяки. Но напрасно. Если барракуда голодна, немногим удается выжить. В тесноте океана барракуда, несущаяся с огромной скоростью, может наделать много бед. Дело в том, что барракуда с такой скоростью мчится за своей жертвой, что невозможно вовремя увернуться от нее, особенно человеку. Мы не можем так быстро среагировать, и в результате барракуда может нанести сильный удар. Через три года после случившегося на побережье Флориды, Мэри Энн по-прежнему занимается ремонтом судов. Этот случай оставил в нее не только шрамы, но и тяжелые воспоминания. Вот барракуда, которая укусила меня, и это случилось прямо вот здесь. Был ясный день, где-то около 12. Было очень... Я помню, было очень солнечно. Вода блестела на солнце. Я спрыгнула с судна, которое я ремонтировала, и проплыла около трех метров. И вдруг я почувствовала... Бум! Я сразу же посмотрела направо и увидела полутораметровую барракуду, и поняла, что она, похоже, укусила меня. Потом я увидела, что в воде очень много крови. Я поплыла изо всех сил, выскочила из воды и побежала к телефону. Из моей плечевой артерии фонтаном била кровь. Моя рука, кисть были совершенно разорваны. Вокруг было много крови, и я почти теряла сознание. Я помню только, что я кричала, а моего голоса не было слышно. Это невероятно. Я кричала в трубку. «Лиза! Лиза!» На меня напала огромная барракуда. У меня буквально отваливается рука. Знаете, это был кошмар. Моя рука была действительно вся порвана. Я потеряла почти треть своей крови. Кругом были пятна крови. Это было ужасное зрелище. Она укусила меня дважды. Она прокусила мне двуглавую мышцу и срединный нерв. И рука потеряла чувствительность. Кроме того, у меня была сильно повреждена плечевая артерия. Хирургам пришлось наложить почти 100 швов. Вот видите, здесь видна форма ее рта. Вот здесь и вот здесь тоже. Несмотря на то, что прошло уже три года, я все отлично помню. У меня все еще не восстановилась чувствительность пальцев и внутренней части руки. Это страшное событие очень повлияло на меня. Если раньше, перед тем, как войти в воду, я пренебрегала многими вещами, то теперь я отношусь ко всему очень серьезно. Мне еще повезло, что она укусила меня за руку. Я слышала, что одного человека она укусила прямо в лицо. Сейчас во Флорида Киз сезон в самом разгаре. И несмотря на страшные слухи, ныряльщики не боятся встретиться с барракудой в ее подводном царстве. Здесь собирается самое большое количество ныряльщиков. Их гид и наставник – капитан Слейт. Сегодня вы встретитесь с очень необычным животным. Это очень большая и опасная рыба. Когда вы спуститесь под воду, не нужно заигрывать с ней, поскольку вы еще не имеете для этого достаточно опыта. Единственный человек, кто может кормить ее из рук – это я. Были случаи, когда некоторые старались кормить ее рыбой, но не знали, как это правильно делать. И серьезно пострадали. Если кто-нибудь из вас все-таки решится кормить барракуду, он рискует. Сейчас вы впервые спуститесь под воду. Я прошу вас плавать только с этой стороны судна. Пока вы плаваете, я буду кормить барракуду. В этом месте обитают две или три барракуды, несколько мурен и три усатые акулы-няньки. Это всегда голодные ребята. Если вы будете соблюдать все, что я вам сказал, барракуда будет спокойно плавать между вами и не причинить вам никакого вреда. Кроме того, я хочу предупредить вас, что иногда барракуда может промахнуться. Последний раз она промахнулась, когда я надел новую фирменную маску с красной окантовкой. Она промахнулась, и вот что получилось. Слава Богу, что она испортила маску, а не мое лицо. Она сломала маску пополам и, к счастью, не повредила мне лицо. Иногда она может промахнуться и прокусить дыхательный шланг. Вот этот дыхательный шланг она перерезала пополам. И такое случалось шесть или семь раз. Надеюсь, ничего страшного с вами не случится, и вы получите большое удовольствие. Продолжение следует... Барракуда обычно обитает в рифах. Она плавает, охраняя свои владения. Но ее не всегда удается сразу заметить. Прежде чем приступить к делу, надо размяться. Мурены и акулы-няньки решили отобедать прямо из рук капитана. Кто их осудит? Зачем беспокоиться, если о вас уже позаботились? Академия. 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 КОЛИНОМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА За последние 20 лет у капитана Слейта установились исключительно дружеские отношения с этими животными. Они основаны на доверии и взаимоуважении. Вспомогательный состав накормлен, появляются звезды. Барракуда подплывает ко мне, и я с удовольствием кормлю ее из рук, изредка поглаживая, когда она проплывает рядом. Обычно многим хочется покормить ее. Однажды группа из 30 ныряльщиков предлагала ей рыбу, но она, ловко лавируя между ними, плыла ко мне и брала рыбу только из моих рук. Это потрясающе. Опасность заключается в том, что у нее очень острые зубы, и она быстро плавает. Надо быть очень осторожным, когда показываешь ей рыбу. Обычно я кормлю ее небольшой рыбой, длина которой 15-30 сантиметров, и она мгновенно хватает ее. Здесь надо быть предельно осторожным, потому что если барракуда промахнется, все может случиться в какие-то доли секунды. Однажды я кормил одновременно несколько барракуд, и одна из них все-таки меня укусила. Так что это опасное дело, надо быть очень осторожным. У меня всегда это получалось отлично. Но однажды она меня все-таки укусила. Дело в том, что ей никогда не нужно заранее показывать приманку, потому что она очень быстро плавает. Это один из самых быстрых хищников океана. Я занимаюсь подводным плаванием уже 37 лет, и я не знаю более коварного хищника, чем барракуда. У нее феноменальная способность убивать. Однажды я видел, как барракуды перекусили друг друга в мгновение ока. Безопасность для капитана Слейта превыше всего. Ныряльщики из его группы еще ни разу не пострадали, и это его заслуга. Она напала на меня, как только я спустился под воду. Я пытался отогнать ее. Потом я достал небольшого группера, и она вырвала рыбу у меня из рук. Закрыла мне видимость и ударила меня. Совсем еще молодая рыба. Она напала на меня, как только я спустился под воду. Они более опасны, чем большие белые акулы. Форма барракуда красноречиво говорит о том, как они охотятся и как они живут. Ее тело отлично приспособлено для того, чтобы выслеживать свою добычу в засаде. Ее широкие плавники расположены сзади. Она невероятно быстро разгоняется прямо с места, потому что у нее очень мощный хвостовой плавник, с помощью которого она делает резкий толчок и несется, как торпеда. Когда барракуда преследует добычу или охраняет свои владения, она быстро плывет, извиваясь змеей. Одним взмахом мощного хвоста ей удается покрыть расстояние почти в 45 метров. Как и у торпеды, у барракуды есть сзади движущее устройство, с помощью которого боеголовка доставляется к цели. Эта хищница обладает совершенной формой, и чтобы увидеть ее во всей красе, надо обязательно спуститься под воду. Вот видите, когда я пытаюсь под водой бросить обычный шарик, то становится ясно, что сферический предмет, как это ни странно, не может уплыть далеко. И наоборот, когда я пытаюсь метнуть эту торпеду в воде с минимальным усилием, она прежде чем упасть, пройдет достаточно большое расстояние. Для такого хищника, как барракуда, форма торпеды является идеальной. Еще в те времена, когда по земле ходили огромные динозавры, большая барракуда считалась удачливым хищником. Ее уникальные способности вызывают уважение. Эти маленькие рыбки являются друзьями барракуды. А здесь барракуда восстанавливает свое здоровье и красоту. Но страшная барракуда имеет и некоторые привлекательные черты. Она предупреждает об опасности. Положение тела барракуда и изменение цвета показывают неоновым бычкам, что они могут спокойно приступить к работе. Эти рыбки чистят барракуд, обитающих в этих рифах, обеспечивая им крепкое здоровье. В их шкурах заводятся паразиты, и чистильщики удаляют их вместе с отмершими чешуйками и слизью. Работа идет по принципу «ты мне, я тебе». Доктор Паттерсон заметил, что рыбы-чистильщики поедают все ненужное на шкуре барракуды. Так что они не только чистят, но и питаются. Это чистка зубов по рыбьи. Барракуды являются постоянными клиентами этих рыбок. И каждый раз возвращаются туда, где их отлично обслужили. Доктор Паттерсон заметил, что более крупные хищники, такие как груперы, тоже пользуются услугами маленьких бычков. Чтобы привести себя в порядок, барракудам приходится долго стоять в очереди, прежде чем попасть в салон. Для доктора Шейна Паттерсона это отличная возможность лучше изучить рыбу, невероятная скорость и хитрость которой затрудняют это в обычной обстановке. Очевидно, что когда они в хорошем расположении духа, то мирно сосуществуют со всеми обитателями моря. Честно говоря, я и не знаю, почему здесь оказалась эта черепаха. Но что касается барракуд, то совершенно очевидно, что здесь имеет место очистительный симбиоз. Барракуды выстроились в большую очередь, чтобы попасть туда. Если понаблюдать за барракудами в течение двух часов, то можно заметить, что они снова и снова возвращаются в то самое место, где их хорошо почистили. Похоже, они ценят хорошие отношения. Сейчас мы собираемся спуститься на обломке судна «Двейн». Это бывший сторожевой корабль. Как и многие старые суда, он привлекает множество барракуд. Одна из них выбрала себе место жительства на бывшем капитанском мостике. Я слышал, ее называют «Псих». КОНЕЦ Псих обитает в развалинах Двейна, ожидая очередную партию ныряльщиков. Это его жилище. Рискнем войти. КОНЕЦ Обломки старых кораблей покрывают дно у побережья Флориды. Барракуда принимает среду, созданную человеческой цивилизацией. Она хорошо знает, что ныряльщики приплывают сюда, чтобы осмотреть обломки, и часто затевают с ней игру в прятки. Барракуда Барракуда стала полноправным хозяином этого корабля. Здесь царит жуткая атмосфера. Такое чувство, что за тобой все время наблюдают. Некоторые крупные Барракуды живут более 15 лет. И если они обустроили дом, они уже никогда не покидают его. Но не только ныряльщики и ученые знают, где найти их. Флорида – рай для рыбаков. Особенно их привлекает Барракуда. Они буквально молятся на нее, как на икону. Теперь уже сама Барракуда становится трофеем. Гроза моря сама стала жертвой. За 100 долларов любой может участвовать в рыбалке. Рыба! Мы поймали рыбу. Вот она. Отлично, Брюрс. Сейчас я возьму перчатку. Классная рыба. Верно. Но я думаю, мы выпустим ее. Конечно. Отличная рыба. Красавица. Видишь, в ней застрял небольшой крючок. Да, красивая рыба. Ничего, он небольшой. Посмотри, какие у нее зубы. Хорошая рыба. Пожалуй, потянет на 5-7 килограммов. Пусть поплавает еще. Многие рыбаки отпускают свою добычу. Но не только по доброте душевной. Барракуда ест маленькую токсичную рыбку. Поэтому ее мясо ядовито и ей вполне можно отравиться. Известно, что этот яд очень опасен. Поэтому во Флориде барракуду никто не употребляет в пищу. Знаете, обычно рыбы весят где-то от 1 килограмма до 10. Недавно мы поймали здесь несколько штук, которые весили 5-6 килограммов. Иногда, правда, редко попадаются даже такие, которые весят от 16 до 22 килограммов. Но это бывает очень редко. Хотя я уверен, что на глубине бывают и более крупные рыбы. Недавно мне удалось поймать одну такую. А она не укусила тебя? Я ее упустил. Я видел ее не больше секунды. Все, кто имел дело с барракудами, хорошо знают, что эта быстрая рыба своими острыми зубами может перекусить леску еще до того, как ее вытащат на сушу. Обычно я ныряю и нахожу барракуду, у которой изо рта торчит довольно большой обрывок лески и осторожно стараюсь приблизиться к ней, так, чтобы было удобней ухватиться за него. Некоторое время я плыву за ней, затем осторожно подплываю под нее и внимательно наблюдая за ней, плавно вытягивая перед собой руку. Постепенно я догоняю ее и некоторое время плыву рядом. Если она не пугается и не уходит, я немного отстаю и плыву прямо за ней. Если все идет хорошо, я хватаюсь за обрывок лески и пытаюсь намотать его на руку, но так, чтобы рыба не дернулась и не порезала мне руку. Рыба начинает плавать кругами, пытаясь освободиться от крючка. Тогда я вместе с ней подплываю к поверхности и когда она уже достаточно выдохлась, я хватаю ее за хвост и поворачиваю брюхом вверх. После этого она впадает в такое состояние, что с ней можно делать что угодно. И я спокойно вытаскиваю крючок из ее челюсти. Такое необычное состояние оцепенения испытывают многие животные, когда они пугаются или когда их хватают и переворачивают брюхом вверх. Никому неизвестно, почему это происходит, но с барракудами это срабатывает отлично. Это также облегчает работу ученого. Барракуду еще одну барракуду удалось освободить от крючка. Вот видите, что было у нее во рту. Похоже, она плавает с ним уже неделю или дней десять. Через некоторое время он бы начал ржаветь. Хорошо, что мне удалось помочь ей. Теперь она будет спокойно есть. Странно, но в некоторых местах барракуда даже помогает рыбакам ловить рыбу. Говорят, что иногда между барракудой и рыбаком складываются такие отношения, которые трудно себе и представить. Этот очень интересный кадр снят несколько лет назад в Тихом океане. Здесь показано, что между барракудой и рыбаком завязалась крепкая дружба и рыба стала помогать рыбаку. Тот факт, что барракуда взаимодействует с человеком, говорит о том, что барракуда разумное существо и способна к обучению. Она даже узнает определенные сигналы. Например, если постучать ножом по лодке, то барракуда приплывает и, конечно, получает награду. Рыбак решил использовать способность барракуды гоняться за большими косяками рыб. Рыбак выбрасывает за борт кусок тыквы, который служит приманкой для рыб. Маленькие серебристые рыбки в больших количествах собираются вокруг тыквы, и тогда барракуда гонит весь косяк к рыбаку, а ему остается только набросить сети на косяк и вытащить его на берег. Секрет такого успешного предприятия заключается в том, что человек использовал ее способность гоняться за большими косяками рыб, когда она охотится одна или в группе. Кроме того, она оказалась очень способна к обучению. За свою работу она всегда получает награду в виде корма, так что это взаимовыгодное сотрудничество. Многим и в голову не придет, что рыба, а тем более барракуда, может обладать интеллектом, но этот случай доказывает, что барракуду можно обучить. Несмотря на то, что доктор Паттерсон занимается в основном большой барракудой, он изучает также поведение и других видов барракуды. Самым удивительным в этом эпизоде является то, что барракуда, включая большую барракуду и 19 или более ее видов, тоже образуют крупные косяки. Они делают это для того, чтобы спастись от хищников. Это подтверждает истину, что все хищники сами являются потенциальными жертвами. Эти небольшие рыбы с черными плавниками тоже сбиваются в огромные косяки, которые можно встретить во многих регионах Тихого океана. Такой косяк, как этот, состоит из полутора тысяч особей. Эти огромные косяки потрясающее зрелище для ныряльщиков. В таких огромных косяках небольшие особи барракуды чувствуют себя в безопасности. Мы опять у побережья Флориды, где большая барракуда ищет себе пристанище. Взрослые особи почти не имеют врагов, однако мальки особенно уязвимы. С момента рождения они полностью предоставлены самим себе. Взрослые особи не заботятся о том, как выживет их потомство. Мальки находят убежище в мангровых деревьях. Это несколько иная среда обитания. Это мангровое дерево, которое занимает довольно большой участок. Среди его корней живет множество мелких рыбок. Это молодняк. Здесь есть и барракуда, и даже острозубая акула. Это фактически питомник, где рыба вырастает, а затем отправляется на рифы. Если нам повезет, то мы найдем маленьких барракуд. Раз в год взрослые особи нерестятся в открытых водах, но никто не знает, где именно. известно, что океанические течения приносят мальков к корням мангрового дерева, где они и прячутся. Здесь тысячи крохотных морских гальянов являются отличной пищей для растущей барракуды. КОНЕЦ Молодые рыбки прячутся в корнях дерева, выглядывая добычу, и скрываются от хищников. Это является для них хорошей школой выживания. Здесь же обитают и карибские рифовые акулы. Им еще надо учиться нападать из засады. Скоро маленькие барракуды покинут свое надежное убежище в корнях мангрового дерева. Теперь они будут жить в прибрежных морских травах. Здесь они используют свою уникальную способность к маскировке. Она помогает им выслеживать добычу и спасает от хищников. С раннего возраста они осваивают мастерство маскировки. в возрасте двух лет барракуда считается взрослой. И тогда она покидает траву и уплывает в открытое море к коралловым рифам. В отличие от мангрового дерева рифы кишат хищниками и барракуде здесь небезопасно. В рифах правит бал карибская рифовая акула. Большой барракуде есть кого опасаться. однако миф что она злобный убийца нападающий на людей все еще продолжает жить. Его настойчиво подогревают фильмы ужасов. В одном из них снялся незадачливый но довольно известный ныряльщик капитан Боб Олсен. Несмотря на то что барракуда как правило не нападает на человека в этом случае она напала на Олсена и своими острыми зубами порезала его лицо. Его товарищи по команде и туристы делали все возможное чтобы спасти корчащегося от боли капитана. Это был несчастный случай где Олсен получил серьезную травму и это чуть не стоило ему жизни. Все это домыслы кинематографистов. Вот человек который знает истину. Обычно я кормлю барракуд по пятницам. Люди знают об этом. Они приходят ко мне на судно и спрашивают Слейк неужели ты не боишься? Мы видели фильм где показано как барракуда напала на человека и так покалечила его что он чуть не умер Неужели ты не боишься? Я посмеиваюсь и отвечаю Этого парня звали капитан Боб Олсен с полуострова Юкатан Они говорят Да Тогда я говорю Это был я А они не верят Люди привыкли верить всякой ерунде которую им показывают в кино Но уверяю вас Вся эта история нападения барракуды на человека чистый вымысел Уж поверьте мне барракуда на открытке Она очень дружелюбная и всегда очень осторожно берет приманку Но в фильме она отлично сыграла роль злобной барракуды С любовью Оскар Кровь капитана оказалась фальшивой А вот Мэри Эн это реальность Сегодня жертва нападения барракуды встречается с каскадером чтобы вместе с ним спуститься под воду Привет Я слышал что вам очень нравятся барракуды Я думаю они нравятся вам Слышал одна из них оставила на вас метки любви Да на руке Я вам завидую Вы меня перещеголяли Обычно звезды оказывают внимание только мне Я бы с удовольствием отдала их вам Я хочу пригласить вас покормить барракуд Это очень интересное зрелище Я знаю ладно посмотрю как вы это делаете Врачам часто приходится заниматься моими руками Чем дальше тем больше Значит они помогают вам кормить барракуд Точно Они говорят Они опять искусают тебе все пальцы А я говорю буду осторожен но кто знает Верно Барракуда не ест ничего кроме рыбы Когда это случилось барракуда подошла ко мне совсем близко и хорошо видела что у меня нет ничего чем бы она могла полакомиться Верно Вокруг вас было много пузырей А может испытывала агрессии с их стороны Значит в случае со мной она просто обозналась Возможно она была голодна или защищала свое жилище Да редкий случай Ну так мы идем Да я готова Эти два человека у которых совершенно разные отношения к барракуде решили провести эксперимент Люди которым впервые предстают встретиться с барракудами боятся их Но как только я начинаю их кормить эти люди не только перестают бояться но и проникаются к ним симпатии Тогда я понимаю игра стоит свеч Зная что Мэри Энн пережила страшную встречу с барракудой которая серьезно покалечила ее Я все равно решил пригласить ее чтобы она убедилась что это вовсе не страшное и агрессивное животное Я очень рад что мы совершим это совместное погружение Я не хочу находиться рядом с мистером Слейтом Я лучше буду наблюдать за ним с некоторого расстояния Но я рада что мне выпало счастье посмотреть на это Для бесстрашного капитана Слейта это еще один визит к старым друзьям еще один рабочий день Для Мэри Эн это неприятная встреча с прошлым но они надеются что все закончится благополучно Все кто не знаком с поведением барракуды понимают что этот эксперимент не для слабонервных Поскольку Мэри Эн уже столкнулась с большой барракудой она не хочет чтобы случившееся повторилось Несмотря на то что капитан Слейт всегда на чеку Мэри Эн знает насколько может быть опасна барракуда Неужели рыба опять проявит повышенный интерес к Мэри Эн Капитан Слейт отвлекает внимание рыбы на себя и показывает Мэри Эн как он кормит барракуд Мэри Эн недоверчиво наблюдает Мэри Мэри Эн Рыба проявляет поразительное внимание. Она проходит буквально в нескольких миллиметрах от лица капитана, не задев его. Закончив эксперимент, капитан Слейт поздравляет Мэри Энн с тем, что она осмелилась встретиться с барракудой лицом к лицу. До этого погружение Мэри Энн считала, что большая барракуда – коварный хищник. После того, как она увидела, как капитан общается с этой огромной рыбой, она поняла, что она не жестокое и опасное животное, как считают многие. И слухи о том, что она охотится на человека, оказались сильно преувеличены. Но такая близкая встреча с огромной рыбой потребовала от нее большого напряжения. А для капитана Слейта это была возможность познакомиться с человеком, для которого встреча с барракудой закончилась печально. Ныряльщики часто предпочитают погружаться там, где обычно охотится большая барракуда. Тот факт, что никто из них ни разу не пострадал, доказывает то, что это вполне мирная и умная рыба. Неповторимый и таинственный мир, поражающий наше воображение разнообразием, совершенством, гармонией.